Ирина Краснова – сестра пропавшего без вести в зоне СВО бойца. С Нового года семья не получила от него ни одной весточки. Привезли их в Макеевку, разместили в здании ПТУ, где в новогоднюю ночь, 31 декабря на 1 января, украинцы несли удар с ракетой. И после этого числится у нас без вести пропавшим уже почти 9 месяцев. С просьбой помочь узнать судьбу брата, Ирина приехала на прием по полномочным по правам человека в Самарской области Ольге Гольцовой в Самарский филиал фонда «Защитники Отечества». А какие ответы вы получили из Министерства оборудования? Погибших, раненых нет. Не числится. Консультации с бойцами и членами их семей в филиале фонда «Защитники Отечества» специалисты самого разного профиля ведут ежедневно. По словам руководителя аппарата у полномочного по правам человека Ольги Гольцовой, такие встречи проходят непросто. Особенно, если о помощи просят члены семьи бойцов, которые пропали без вести. Иногда признавать человека умершим приходится через суд. И члены семьи не всегда охотно идут на это, поскольку нет доказательств смерти военнослужащих. И это самые тяжелые вопросы. Естественно, возникают вопросы и оказания содействия и помощи семьям, участникам СВО, особенно погибшим. Вопросы, связанные с оказанием помощи инвалидам, боевых действий. Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» с начала лета 2023 года получил свыше 4000 обращений самого разного характера. Множество обращений по различным вопросам, и по вопросам и медицинской реабилитации, и жилищным вопросам, и земельным вопросам, и вопросам без вести пропавших, они решаются вот при такой серьезной помощи и поддержке уполномоченного по правам человека. Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента Владимира Путина в апреле 2023 года. Его основная цель – адресно сопровождать ветеранов, участников СВО и их семьи, а также обеспечивать меры поддержки в режиме одного окна. С 1 июня филиалы фонда открыли свои двери во всех регионах страны. В Самарском филиале ведут прием специалисты всех министерств и ведомств. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События.